приветище это гидронир и наш дедуля в гномской шахте мы продолжаем здесь рыться и добывать ресурсы как ты можешь видеть я настроен серьезно закупился огромной кучей динамита и будем подрывать эту стенку конечно это будет не так как я представляю себе в голове возможно нам понадобится ядерная бомба и если нам не хватит то мы ее сегодня с тобой купим а пока я прыгаю по самодельной обе из динамитных бочек главное допрыгать до вверху если не получится то как бутылок вот и все вся суть обе как обычно как всегда и я допрыгал до верха йоху надо было блин кирку взять и попробуй здесь покопать сейчас подожди давай мы это сделаем куча проводов просто я сюда запарился все это затаскивать благо у нас есть отличнейшая штука виде вот это вот насоса который с поверхности опускает все вниз это здорово я снова на вершине я повелитель горы о том чуть чуть такое я хочу туда добраться но сперва попробую здесь да здесь копается все все хорошо копается а как бы нам теперь а здесь копается не тут не копать короче полезли наверх я сейчас короче при помощи палета и динамитов попробую залезть туда должно сработать так опа ты у нас будешь теперь поближе вот сюда блин динамит это конечно круто но что не запрыгну о запрыгнул есть вероятность упасть вместе с ним так слишком глубоко от поближе я почти почти наверху добрался почти совсем чуть-чуть осталось пониже надо опустить это слишком низко наверное сделал вот тебе и обе блин по чуть-чуть по чуть-чуть я поднимусь к небесам но это совсем по чуть-чуть так где там чё там был щавель мне в трусы ну как ты так облажался теперь полет надо еще как-то достать полетушка полетушка о фух слава богу все обошлось наконец-то я снова здесь сейчас еще чуть-чуть чуть-чуть чутку и все я думаю что теперь надо крепить где-то тут наш полет ну это не деньги это не деньги мне кто-то оставил здесь вафельки с медом нож и вилка жалко я это все взять не могу вот это секретик тут секретные вафли для деда ну просто шикарный заголовок перво-наперво я хочу этот динамит распределить по пещере я думаю у нас это получится единственное что динамит мы будем размещать кстати поскольку у нас здесь стенка же не копается киркой второго уровня где кирка куда ее кинул вот что мы получаем кирка 2 уровня ничего собственно а вот сможет ли динамит пробиться мы сейчас это выясним значит динамит располагаем вот таким вот образом я думаю будет сама то почему именно так потому что удобнее подключать провода и по-моему я немножечко промахнул сам у нас сейчас получится немножко правее будет провод уходить а еще нам сейчас нужно понять какой разрыв делать между динамитами я так полагаю может быть в два проводка ну да все провод уходит стенку придется сейчас здесь копать что же пороем немножечко ничего страшного ну вот собственно и все мы прокопались по-моему пещера получилось очень здоровой и возможно динамит ее не расширить потому что я расширил своих киркой но ничего подрыв значит будет верхнего слоя нашей пещеры отступ от бочки будет в два прямых провода то есть здесь у нас будет снова бочка с динамитом ну значит вот все готово динамит подключен единственное что я переживаю это вот за вот эти трубы их надо подальше убрать а то как с проводами это все может превратиться в металлолом поэтому бур тоже желательно отсюда убрать слишком он дорог нам ну вот все и готово опасную штукенцию мы здесь соорудили но это не ядерная бомба я думаю что ядерная бомба тут бы все разнесла но поскольку я не знаю ее мощи это все не точно поэтому нам предстоит сегодня ее проверить обязательно перед тем как подрывать нашу пещеру я заехал в магазин купить логическую задержку на одну секунду что это нам даст позволит нам взорвать пещеру цепной реакции то есть чтобы не сразу все бочки подорвались это некрасиво а постепенно закидываем сюда 840 получилось осталось 28 это значит что я могу могу позволить себе ядерную бомбу обалдеть просто сегодня у нас будет очень бомбический день вот боблин капец это же реально бомба вот это бомба а то что я там динамит какой-то купил это все фигня мне вот даже интересно можно ли ядерную бомбу пересылать по конвейерам по трубам она там как не шлепнется и разнесет эту гномскую пещеру к чертям вроде бы вроде бы нормально никаких посторонних звуков не было земля не тряслась дыма нигде не видно значит все хорошо вот она моя бомбочка моя сладенькая прелесть ею вот на пьедестал сюда как бы поставлю ну давай ставься учет не ставишься но вот собственно и все перетащилась остается только понять логику работы логической задержки я так полагаю что если мы начнем отсюда так блин не тут бочка слишком слишком рядом бочка сли вот эту бочку надо убрать а иначе вот эта бочка подорвется вместе с этой бочкой так неправильно короче значит вот эта бочка взрывается вот эта бочка должна взорваться через секунду ну и дальше как бы вот так же то есть это взрывается сразу же это через секунду вот это через две секунды выходит это через три и вот это в самом конце последнее все логические задержки установлены выбираем расчищаем площадку я надеюсь что все у нас будет оки-токи ну-ка запуску готовы не давай мы вот еще один логический затвор вату тут поставим вот вот тут вот поставим чисто посмотреть я щас на кнопку нажму и и подрыв должен быть не сразу ну все на старт внимание пуск ништяк это то что мне нужно было а еще а еще смотри она пробил динамит пробил стенку которую я не мог пробить киркой 2 ранга ну и по итогу у нас получился вот такая вот пещера и и в принципе очень значительно расширил динамит и у нас даже появился небный язычок если смотреть отсюда то я как будто в гигантском рту позади небный язычок реально учился ну что ж я тебе хочу сказать что подрыв удался он успешно прошел я нас поздравляю небный язычок нам придется убрать он тут не нужен он только мешается теперь это похоже на настоящую шахту ну чё ну чё ну чё теперь наверное сюда надо ядерную бомбу притащить и взорвать ее попробуем это будет часть жесть конечно вообще адская жестяра бомба у нас должна надо ее развернуть она должна вот так вот стоять вот здесь вот уж это будет жестко давай я ее прямо туда вот затолкаю вот сюда она точно разнесет эти стенки кстати у нас и тут тоже он смотри это наверх куда-то ушло в общем остается теперь провода так туда дотащить как-нибудь либо можно не тащить а у нас же есть там задержка несколько секунд у нас тут будет 1 2 3 4 5 6 6 секунд задержки мы можем сделать если нам не хватит проводов я просто не представляю что будет со мной если я взорву ядерную бомбу рядом с собой но как минимум меня радиации накроет и я сдохну через несколько часов я как максимум от меня останется от меня ничего не останется только пыль с меня сдерет кожу потом кости рассыпется ну и короче все капец будет думаю что надо сделать хотя бы 2 секунды задержку и посмотреть что с нами произойдет но по крайней мере мы должны убежать или может не надо убегать подальше отбегу начало все готово блин я так близко к ядерной бомбе мне так ссыкотно сейчас чё будет чё будет я будет вообще капец чё будет ну ладно раз два три нажимаем кнопку ой перепутал со перепутал уходим 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 это что за адская печь хорошо что и задержку сделала я могу сюда зайти нифига чуть-чуть здесь происходит общее я в пекле ядерном грибе как мне отсюда выйти я потерялся я потерялся в этом пекле как выйти отсюда жесть это реально адская печка получилась какая-то что-то куда-то наверх уходит все все ты посмотри какая-то дрыша образовалась ничего себе вот это я понимаю капнул подорвал и какое-то ящерское логово по драконе логово получилось вот это да вот это жесть ядерная бомба это тени хухры-мухры а прикинь из всего этого цепную реакцию замутить да там вообще жесть будет вау вот это да так где моя кирка где моя кирка иди сюда я щас попробую конечно но не факт что это тоже все а тут и земля смотри она уже другая земля как чешуя дракона я надеюсь что мы а тут еще копается тут копается копается а тут уже все понятно скорее всего это земля третьего ранга она прям видно что отличается ну а теперь мы берем свой бурли тащим его туда он конечно навряд ли будет копать тут все так а может быть мы вода то тут у нас короче сейчас мы посмотрим куда он встанет вот а теперь нам нужно придумать как сюда трубы подвести выходит что максимум куда мы сможем поставить насос это здесь и вот так вот вот так вот туда и ввести трубы надо было здесь пещеру делать дырявая моя башка вначале делай потом думаю да это я так глубоко укопался что по-моему я промахнулся болен в натуре я промахнулся так где-то где-то значит где-то здесь мы должны волова но немножечко я промахнулся не страшно вот он бур теперь давай туда ввести длиннющую трубы еще но я не знаю вот столько труп нам наверное должно хватить да на 2000 если на что по-любому палет палет нам пригодится мастерская раскладка труб я думаю что возможно нам понадобится побольше ну короче вот я думаю столько труп мне точно должно хватить остается только это все докупить еще на 1800 сколько 5000 еще осталось ну нормально живем трубы на месте теперь начинаем их установку единственная all 5 опять скосил прям вот не могу я подгадать придется киркой в другой стороне копать 2 на отлично нашли место выхода трубы теперь просто ставим их водопровод подведен остается теперь только понять где он будет копать а где не будет копать допустим если его поставить тут нет он не копает блин все равно не копает не хочет ладно давай мы прям землю туда вот впихаем момент истины проверяем и чё ты не хочешь работать что давай ты чё вот земля все у тебя там есть копай эй мгачкук ну ты чё ёлы-пал не хочет прикинь какие привередливые нынче пошли буры это вообще невозможно просто я уж и не знаю куда его воткнуть вот тут у нас кирка второго ранга копает она принципе тут тоже копала но почему-то бур не хочет там добывать что ему не нравится это вопрос так поэтому он будет у нас прям вот в стенке наконец-то получилось получу он добывает добывает так ну вот значит дробилку я сделал в планах у меня пустить конвер вот таким вот образом по кругу вот так вот так вот так сюда все скидывается отсюда все выходит блин низковато выходит конвер повыше надо вам чуть придумаем и вот так вот по конверу идет 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 и он туда как бы скидываем металлолом весь сюда ушел и сейчас будем смотреть что с грязью вот с этой вот который мы добыли из глубин гномской шахты ну-ка смотри какая злота руда здорово она должна весить огром так вставай давай она должна весить прилично я тебе хочу сказать ну-ка нифига себе 4 килограмма вот это я понимаю у меня тут есть еще кусочек земли давай посмотрим часть него вылетит но ка о здоровенный как у каменюга гляди вот это я понимаю раскопки 3 килограмм короче тут руда овощи намного увесистее и дороже 3 килограмма почти 4 килограмма ну вот значит тут и клотиум должен добываться в большом количестве значит это вот все выкидываем нам сейчас надо сходить за конвейерами боже мой какой этот мусорку устроил все докупил надеюсь что теперь будет все как надо во все работает кладем как-нибудь сюда вот как-нибудь это почти плохо сюда кладется вообще по моему не не положится ну типа так если чё тут магнитная палка у меня есть запускаем сей процесс и сейчас посмотрим как это все пойдет клотиума мне побольше пожалуйста клотиума так ну ясно попадать мы не будем в тазик все полетит мимо короче без толку вообще чего-либо тут делать с тазиком здесь склон который не прокопать ничего его не убрать типа типа вот так вот должно должно получиться золото железо огромное космонами я буду богат я принципе так богат но буду еще супер богаче о клотиум по моему вот это клотиум нет клотиумная руд сколько он весит сколько он писет покажите мне 4 килограмм пожалуйста 4 килограмма балдеть ну что ж пускай здесь все добывается а я бегу домой чинить производство там а дома то капец огород поспел дерево блин дерево то не поливается надо его спалить дерево давай что-то дерево не полю для она выросла все а полилось дерево шо там по моему производству чем у меня тут где по а до поломалась чиним фильтра тут конечно все гаечные ключи кончились пойдем глянем сколько мы тут плотиума добыли нужно нам 400 у меня здесь сейчас 100 килограммов еще 300 килограммов плотиума на самом деле у меня больше надежды на гномскую шахту потому что там плотиум добудется гораздо шустрее чем здесь заехал короче наукцион продать свой золотой меч весом в сколько тут ну короче почти 5 тонн 5 тонн ты представляешь сто тридцать четыре тысячи я богат я теперь смогу купить себе две ядерные бомбы и взорвать их на полигоне что мы сейчас и сделаем здравствуйте здравствуйте мне пожалуйста 2 ядерный бомба можно и побольше так у меня что 130 значит 2 мне давай одну и может быть три давай короче 3 ладно ядерную бомбу я уже посадил посмотрим в какой грибок она превратится ну вот принципе готова слишком длиннюю проводку делать не буду поскольку у нас есть задержка остается только подключить рубильник именно рубильник я купил не кнопку где он тут у меня блин я рубильник домой а вот он все-таки ядерной бомбе полагается рубильник вот так то машину убирать не буду думаю что до нее хотя лучше перед здесь перестраховаться в пещере ни черта видно не было насколько мощный был подрыв так что лучше тачку уберем в ней кучу всякого полезного барахла так что вот как-то так мы нормально ну что я наверно буду подрываться рядом с бомбой или нет нет лучше со стороны посмотреть на это все нажимаем убегаем эй что не происходит нет 10 секунд отчет о вот что было в пище реально гриб ядерный гриб красотища какая так надо фоточку замутить вот и закончился наш ядерный взрыв оставил после себя вот такой кратер еще клубни дыма после него вот такие вот они тоже исчезли ну по сравнению с динамитом дырочку такая огромненькая я бы сказал это считай короче ядерная бомба равна пяти динамитом примерно так может быть даже 6 пойдем кратер глянем а он так яши отсюда потом не вылезу елки-палки я застрял помогите мне отсюда выбраться это фиаско братан внешней кирки ничего нету до попадас можно конечно вот так еще воспользоваться вот от другое дело так теперь нам нужно взорвать ядерную бомбу как мы взорвем у меня у меня нету больше рычага да об этом я не подумал тогда в следующий раз я взорвусь вместе с ядерной бомбой посмотреть что со мной станет но я думаю что то же самое что с динамитом и у меня просто будет контузия звон в ушах и все я выживу в любом случае но так ли это или нет мы узнаем в следующей серии поэтому если понравилось и ты хочешь увидеть следующей серии то есть тебя лайк и подписочка если еще не подписался чтобы не пропустить следующего ролика на котором мы с тобой и увидимся так что до встречи